Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлии Кузнецова. Здравствуйте. Погиб при пожаре. Трагедия произошла сегодня ночью во Владимире. Загорелся один из частных домов по улице 18 проезд. Как сообщили в МЧС, выгорело 70 квадратных метров кровли деревянного дома. На месте работали 21 человек и 7 единиц техники. После того, как пожар потушили, в доме спасатели обнаружили труп мужчины 81 года рождения. По словам соседей, погибший проживал с бабушкой, но в эту ночь в доме был один. Очевидцами этой трагедии стали жители почти всей улицы. Людей разбудили шум и яркий свет. Ну вы сами видите, как горело. Мы думали, что на этот дом еще перейдет. Хорошо еще вторая пожарная приехала, а то одна пожарная не справилась. Она там сзади горела, а потом сюда все перепрыгнула. Страшно очень даже. Все трясло. Такого не видели мы еще никогда. У нас не было такого. Пожар произошел в зоне, сказать помягче, не очень правильной застройки, где дома достаточно часто и близко расположены друг к другу. И в случае несвоевременного прибытия пожарных подразделений могла бы случиться беда в плане распространения огня от этой квартиры на близлежащие строения. В принципе, мог быть причинен большой материальный ущерб и погибли достаточно большого количества людей. Еще одна трагедия с массовой гибелью животных произошла сегодня ночью в деревне Рощина Петушинского района. На ферме Свято-Введенского монастыря сгорели 26 коров и лошадь. По словам спасателей, строение выгорело почти полностью. Общая площадь пожара составила более тысячи квадратных метров. Причина возгорания сейчас устанавливается. В МЧС также пояснили, что профилактические противопожарные проверки на ферме никогда не проводились по объективным причинам. По нашим данным, это строение было зарегистрировано, было возведено самовольно и, в принципе, о нем никто не знал. Сам монастырь проверялся в этом году, но, к сожалению, у нас никто не проинформировал, что у монастыря есть подворье, которое расположено примерно на расстоянии около 30 километров. Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Уже в 13-й раз. Кроме депутатов и сенаторов на оглашении присутствовали религиозные и общественные деятели, губернаторы и председатели ЗАГС собраний. Непосредственно в зале национального лидера слушал и Владимир Киселев. Как отметил спикер нашего оба парламента, послание к Федеральному собранию получилось, как всегда, объемным. По сути, это программа, которую предстоит выполнять в следующем году. Президент коснулся практически всех важнейших сфер. В частности, медицине за последние 10 лет объем высокотехнологичной помощи увеличился в 15 раз. Говоря об образовании, Путин подчеркнул, что дети должны учиться в комфортных современных школах. Инфляция в следующем году должна снизиться до 4%. Если она будет достигнута, это большой плюс будет нашей экономике, потому что тогда наши банки смогут давать промышленным предприятиям длинные дешевые кредиты, которых сегодня так не хватает нашим предприятиям. Естественно, они могут нормально развиваться. Отдельно Путин остановился на инновационной экономике. До недавнего времени идеи ни именитых ученых, ни молодых никому не принужны. И они уезжали за границу. Сейчас ситуация меняется кардинально. И очень важно, что сегодня наша страна, государство начинает оказывать очень серьезную поддержку этим ученым. Специальные кранты им будут выделены. И, конечно, это очень важно и актуально для нашего региона, для Владимирской области, в которой есть такие серьезные вузы, как Владимирский госуниверситет, Ковровская технологическая академия и многие-многие другие. В этом залог модернизации и развития нашей экономики и в целом успеха нашей страны. На что жалуетесь? Общественные приемные председателя правительства Дмитрия Медведева. Просьбы и предложения граждан выслушала Ольга Хохлова. Жители области обратились к заместителю председателя законодательного собрания с различными вопросами. В том числе попросили помочь решить проблемы газификации в одном из сел и посодействовать созданию биатлонного центра. Подробности у Алексея Идутина. Области нужен современный биатлонный комплекс в Масленке. Об этом владимирские биатлонисты твердят уже 27 лет. Но базы как не было, так и нет. Тренировки в парке «Дружба» и «Динамовском тире» – это не тот уровень, с которым можно побеждать на всероссийских первенствах. И вот, наконец, о трассе для биатлона задумались. Правда, спортсменов не спросили. Меня очень насторожило последнее письмо, которое мы получили от Михаила Юрьевича Колкова о том, что неинтересна Масленка для Владимирской области. Мы будем строить в Гудлиле, мы там построим, мы там насыпем горы, сделаем рельеф и так далее. Эту информацию подтвердили и в спортивном департаменте. Трассу биатлонистов будут возводить в Ковровском районе. Там меньше проблем и больше денег. Эти аргументы весомее, чем то, что школа по лыжным гонкам с отделением биатлона, где занимаются 700 человек и работают 16 тренеров, находится во Владимире, в 10 километрах от деревни Масленка. К тому же и местность в Суздальском районе намного приспособленнее к проведению соревнований и тренировкам, чем в Ковровском. Тем не менее... Мы рассматриваем, конечно, безусловно, развитие биатлона с привлечением инвестиций в рамках частного государственного партнерства, о чем Сергей Николаевич уже сказал, это в Гудвилле. Действительно, там частные инвесторы, они заинтересованы в развитии этого вида спорта. И рельеф местности, он, безусловно, будет меняться. По словам заместителя председателя ЗАГС Собрания Ольги Хохловой, принимать решение по строительству биатлонной трассы рано. Сначала надо создать рабочую группу, которая проработает вопрос и выслушает все заинтересованные стороны. Нам, значит, нужно в эту группу наших соратников наших обязательно еще два муниципалитета. Это город Владимир, да, и Сузовский район, и федерации, и департаменты, и законодатели. Вот тогда, может быть, в эту рабочую группу мы уже начнем хоть какие-то реальные шаги делать. Обратились к парламентарию и с вопросами о газификации. Надежда Соловьева в свой дом в Сузовском районе голубое топливо провести пока не может. Хотя газопровод рядом. Дорого, жалуется женщина. Требуется около 100 тысяч рублей. И это без учета строительных работ. В формуле, по которой рассчитывается эта стоимость, заложена наивысшая цифра налога на прибыль. По кодексу, налоговому кодексу, она не должна превышать 20%. И мы увидели, что именно в этой формуле заложены как раз эти 20%. Конечно, мы будем изучать, возможно ли уменьшение вот этого процента. Соответственно, сумма будет гораздо меньше. Еще один посетитель общественной приемной ратовал за Льва Сергеевича Голицына. По словам Сергея Иванова, его имя во Владимирской губернии несправедливо забыто. В свое время Голицын был основоположником промышленного производства игристых вин. По мнению муромлянина, надо придумать конкурс среди предпринимателей, который будет носить имя Льва Сергеевича. Ольге Хохловой такая идея пришлась по нраву. Только для этого необходимо предложение самих бизнесменов из Мурома. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал. Спецоперация по спасению уток. Сегодня из пруда на улице Казарвиной сотрудники госохотинспекции эвакуировали два десятка птиц. Такие меры были приняты по просьбам обеспокоенных жителей. Люди переживали, что птицы погибнут, когда пруд полностью покроется льдом. Почему утки не отправились зимовать в теплые края и куда их эвакуировали, выясняла Ольга Федина. На дворе уже декабрь, а стая уток до сих пор плавает в пруду на улице Казарвиной. Водоем почти полностью покрылся льдом, осталась лишь двухметровая полынья. Но птицы почему-то не торопятся улетать отсюда. Жители ближайших домов уток активно подкармливают. Хлеба бросают так много, что пернатые даже не успевают его съедать. С каждым днем полынья, в которой поселились утки, становится все меньше. Люди всерьез забеспокоились, что будет с птицами, когда водоем полностью обледенеет. Раньше было, но они все-таки пораньше улетали. А сейчас вот что-то как-то припозднились. А раньше они когда улетали? В ноябре-то уж точно улетали. А сейчас уже декабрь на носа, они все здесь. Жалко, конечно, мерзнуть-то. Но я так думаю, что пока вода не замерзнет, они еще пока будут здесь. В прошлые годы было, значит, как затянет пруд, ее не улетали. Это первый год такой. Один год вон там в кустах даже сама утка вывела утята. И вытащила их сюда на пруд. Даже все удивились, как она тут их вывела. Кошки и собаки бегают. Популяция уток во Владимире растет усиленными темпами. Особенно это заметно в последние два года, говорит научный сотрудник Музея природы. Пернатые живут и на Соловьином пруду, и на водоеме возле ТЭЦ. Особи среднего возраста обычно всегда улетают в теплые края. А вот молодняк и птицы-пенсионеры могут остаться зимовать в городе. Волноваться за них не стоит, считают в Музее природы. На незамерзающих водоемах они способны сами добывать себе корм. И даже самые лютые морозы им ни почем. Им не страшен холод, как человеку. У них обмен веществ быстрый, температура тела 42 градуса, очень плотный перьевой покров. Им страшен только голод. Но если люди их кормят, они могут долго жить. Но мы в ответе сами за тех, кого приручили. Поэтому если люди начали их кормить, то их надо продолжать кормить. Причем кормить уток лучше не хлебом, а запаренным овсом или пшеницей. Переживания жителей за птиц были оправданы. Как нам рассказал главный эколог города, нападения на уток все-таки были. Конечно, они подвергаются опасности со стороны диких кошек и собак. То есть сегодня из-за этих уток три погибли. Были разорваны собаками. И совместно с госохотной инспекцией мы решили провести эвакуацию этих уток на незамерзающую пруду ТЭЦ. Спецоперацию по спасению уток сегодня развернули сотрудники госохотинспекции. На такие меры они пошли после многочисленных просьб обеспокоенных жителей. Около 20 пернатых поймали и перевезли на водоем возле ТЭЦ. Но буквально через полчаса мы снова наведались на пруд на улице Казарминой. Оказалось, что четыре утки уже успели вернуться в родную полынью. Вполне вероятно, что их примеру последуют и все остальные. Ольга Федина, Константин Миронов и Александр Мажаров. Шестой канал. И снова детская жестокость. В ветклинику Мурома местные волонтеры принесли четырех избитых кошек. По словам очевидцев, живодерами стали школьники младших классов. Животных избивали палками. Мучители попытались остановить взрослые, но дети уже успели забить до смерти одного котенка. Еще один от тяжелых травм умер в ветклинике. Эта история уже получила жесткую критику со стороны зоозащитников. К сожалению, ситуация с избиением животных в нашем регионе не редкость. Но огласку получают лишь единичные случаи. Надо их наказывать. И наказывать, чтобы они запомнили нас всю свою жизнь. Конкретно как? Ну, я думаю, что, во-первых, с родителями связаться. Вот, чтобы те приняли. Затем, просветительская работа в школе. Это учителя должны сделать обязательно. Собрать там линейку, перед всеми их, соответственно, выставить. И в школе, чтобы их осудили очень хорошо. Это очень будет стыдно и запомнится на всю жизнь. Эти случаи бывают. В клинику поступают периодически животные, которые побитые сильно, допустим. Которые изуродованные даже поступают. Это бывает очень. Мы, конечно, стараемся их спасти. Когда болезнь не помеха для жизни. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Во Владимирской области число зараженных опасным заболеванием растет ежегодно. Причем, отмечают специалисты, СПИД вышел за рамки групп риска. Как живут ВИЧ-инфицированные люди в 33-м регионе? С одним из них пообщалась Валерия Саенко. Наш герой скрывает свое лицо. Переживает, что о статусе могут узнать пожилые родственники. Уже 7 лет Павел болен ВИЧ-инфекцией. А это значит всю жизнь на таблетках. Но при вирусе иммунодефицита самое страшное, говорит герой, в другом. Главная проблема – невежество здоровых. Сколько ни говорить, что заразиться можно только половым путем или через кровь. ВИЧ-инфицированных по-прежнему боятся. В окружающие меня люди узнали о том, что я ВИЧ-положительный. И потихоньку за спиной начали шишукаться, что как, может быть, не стоит пить вместе с ним из одной кружки. А он ест из одинаковой посуды, мы едим. Возможно, она будет через посуду заразимся. Но Павел такой же, как и все. Дома ждет жена, есть работа. Кроме того, мужчина занимается общественной деятельностью. Помогает ВИЧ-инфицированным людям принять этот диагноз и научиться с ним жить. А число заболевших в области постоянно растет. До эпидемии ВИЧ, конечно, еще не дошло. Но только за этот год выявили 529 заболевших. Это на 12% больше, чем в 2015. Причем инфекция давно уже вышла за рамки групп риска. Если раньше это были люди асоциальные, ведущие определенный образ жизни, имеющие массу вредных привычек, которые являются наркотики, то сейчас совершенно это другие люди. Это люди, имеющие определенный социальный статус, работающие, имеющие семью, полового партнера одного. В основном это работающее население в возрасте 35-40 лет. Узнать свой ВИЧ-статус во Владимире можно в областной клинической больнице. Причем проверяться рекомендуют даже тем, кто не входит в группы риска не реже раза в год. Вирус иммунодефицита может спать без проявлений не то что годами, десятилетиями. Обследование бесплатное, экспресс-диагностика занимает не больше получаса. Вручную анализы никто не делает, все через аппарат. Такой проверит кровь на наличие сразу нескольких вирусов. Вот смотрите, вот сам аппарат. В него вставляется плашечка. Вот плашечка, пожалуйста, можете посмотреть. Она, кстати, ее видно. Так, это плашечка с образцами. Аппарат проводит все этапы иммуноферментного анализа, а результаты выводятся на экран компьютера. Но что делать, если у вас обнаружили вирус иммунодефицита? Во-первых, обратиться за лечением. Его предоставляют в России бесплатно. Месячный курс лекарств на одного больного обходится государству от 2 до 100 тысяч рублей. Все зависит от стадии заболевания. Принимать таблетки придется постоянно, каждый день по часам. Но драматизировать ситуацию не стоит, говорят и врачи, и сами заболевшие. В области 3000 больных ВИЧ-инфекцией. И некоторые живут с вирусом уже 15 лет. ВИЧ для них не стал приговором. Валерия Саенко, Евгений Тукарев, Шестой канал. День юриста. В эти выходные его отметят уже в девятый раз. В Владимире торжественное собрание по этому поводу состоялось сегодня в зале представителей юридического сообщества, работающего в органах государственной власти, местного самоуправления, в социальной сфере и отраслях экономики. Для нас юриспруденция не пустой звук. Область гордится своим земляком, юристом-реформатором Михаилом Спиранским. В современном юридическом сообществе тоже есть значимые фигуры. 2010 года им присваивают почетное звание юрист земли Владимирской. Сегодня его удостоился прокурор области. Игорь Пантюшин, кандидат юридических наук, один из составителей комментариев к Уголовному кодексу. Активно сотрудничает с законодательными и исполнительными органами власти. Нашей области очень повезло, что у нас во главе одного, или не одного, самого главного отзывного органа, органа прокуратуры, стоит такой высокий профессионал, Игорь Станиславович, который позволяет держать всю систему вот на том столбе, в котором зижится слово «закон». Я всю жизнь стремился, чтобы тот регион, в котором я работаю, был всегда стабильным. Но вот эта сегодняшняя награда, оценка моего труда, я уверен, что это ищет дополнительную ответственность для меня в деле достижения и развития нашего региона. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. На Улыбышево утонул рыбак. Сегодня водолазы вытащили из воды тело мужчины. По предварительным данным Следственного комитета, 50-летний Владимирец накануне отправился рыбачить на улыбышевские карьеры. Предположительно, мужчина бурил лед и провалился сам. Под водой тело Владимирца пробыло не менее суток. По данному факту проводится проверка. Погиб на фанерном комбинате. Сотрудник Демидовского фанерного комбината в Собинском районе упал на транспортировочную ленту и травмировал голову. По версии следствия, 62-летний мужчина находился на рабочем месте возле оборудования, подающего деревянные заготовки внутри цеха. Он упал на транспортировочную ленту, которая выполнена из крупной металлической цепи. Но что стало причиной смерти человека, пока не ясно. Следователи не исключают, что у мужчины мог случиться сердечный приступ. Полтора года колонии за пьяный дебош. Ковровский суд вынес приговор 52-летнему местному жителю. В мае этого года ДПС остановил пьяного водителя. Полицейский предложил мужчине пройти экспресс-тест на трезвость. Однако водитель «семерки» дунуть в трубочку отказался и начал словесную перепалку с полицейским, требуя его отпустить. Как сообщили в полиции, дебошир ударил сотрудника ДПС в лицо и пригрозил убить. За пьяную выходку следующие полтора года мужчина проведет в колонии-поселении. Поймали гусевчанина с травой. 26-летний житель Гусь-Хрустального района распространял марихуану. С дурман травой его накрыли полицейские в своем доме в деревне Семеновка. У мужчины обнаружили полиэтиленовый пакет. В нем оказалось около 9 граммов легкого наркотика. Однако по меркам российского законодательства даже такой размер уже считается значительным. А за такое преступление по печально известной 228-й статье можно сесть на три года. Обсудили судьбу владимирских троллейбусов. Депутаты горсовета и представители администрации встретили с руководством Владимира Пассажир Транса. Андрей Шохин отметил, что троллейбус был и остается самым доступным общественным транспортом. Ведь все маршруты в нем социальные. Но из-за такой доступности страдает бюджет предприятия. Из казны города только в этом году троллейбусники получили около 47 миллионов рублей. И этих денег недостаточно. А электроэнергия постоянно дорожает, говорят в мэрии. Но и могильщиками, предприятиями 60-летней истории никто быть не хочет. Депутаты предложили пересчитать размер дотации, учитывая рост тарифов за электроэнергию. Были и более радикальные предложения отдать троллейбусы частникам. Мнение депутатов в мэрии пообещали учесть и заявили, что троллейбусы в нашем городе не бросят. И последнее. Сказочный город на воде. Сегодня жителям Владимира показали Венецию. В выставочном комплексе открыли уникальную фотовыставку. Фотографии для нее собирали несколько лет. Авторам даже пришлось посетить Венецию несколько раз. В работах как всеми любимые достопримечательности, так и тихие улочки, каналы и мосты. Одну из первых удивительные пейзажи итальянской сказки увидела Влада Меткова. Венеция такая, какая она есть. Больше 130 фоторабот представили на суд Владимирского зрителя. Все они посвящены итальянской сказке Венеции. Минимум спецэффектов, максимум живой картинки. Так можно описать эти работы. Первое, что привлекает, это взгляд неравнодушного человека. Человек, который знает, что он снимает. Знает предметы, емки. Это всегда очень важно. И выбирает какие-то такие ракурсы, которые, ну, мою душу греют. Вот любимая туристами площадь Сан-Марко, где всегда кормят голубей. На этом фото – большой канал. И, конечно, основной транспорт Венеции – гондолы. А еще незабываемые венецианские узкие улочки, на которых так просто заблудиться. Все это авторы перенесли из жизни на фотографии. Фотовыставка организована в рамках уникального проекта «Планета Земля». Пять фотографов из Самары регулярно отправляются в так называемые фотоэкспедиции уже больше 10 лет. Чтобы привезти фотографии из Венеции, мастерам пришлось посетить город на воде несколько раз в разные времена года. Погрузиться в этот мир, посмотреть на эти удивительные каналы, полюбоваться различными строениями, где готика перекликается с барокко. Поэтому, я думаю, каждый для себя что-то здесь найдет удивительное. Галина Григорьев вглядывается в фотографии особенно внимательно, ведь на работах знакомые места. Удивительную Венецию женщина успела посетить лишь однажды, но сразу любилась в этот город. Работы ее поразили, особенно те, что были сделаны с высоты птичьего полета. Таких пейзажей обычному туристу не увидеть. Но одного женщине все-таки не хватило. Представить Венецию без наводнений, говорит Галина, невозможно. Именно этого на фото она и не увидела. Я была в Венеции, началось наводнение, начало подниматься из этих вот из плиток на Сан-Марко, начала подниматься вода. Ощущение, конечно, просто непередаваемое. Люди просили чуть не ложиться, чтобы сфотографировать вот это вот все вот так вот. То есть здесь снято в хороших условиях, с хорошим светом. Вечное лето, яркая и насыщенная жизнь в солнечной Венеции. Именно туда организаторы выставки предлагают мысленно перенестись всем владимирцам из холодной снежной России. Сделать это можно будет до 15 января. А уже в марте в выставочном комплексе покажут новые фотоработы этих же фотографов, только уже из Индии. Влада Миткова, Александр Мажаров, Шестой канал. Впереди еще немного полезной информации и прогноз погоды. Если вам есть о чем рассказать, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Спасибо. Спасибо.